С добрым утром! Я всё ещё нахожусь в Мексико-Сити с родителями. У меня ещё есть тут пару дней. У нас сегодня утро началось с спортивного зала. Я Серафиму с собой взяла. Девочка у нас ленивая в этом плане, так что нужно заставлять. Ещё она хотела длинные ногти, как у своей сестры, но случился казус. Поэтому мы ей приклеили ногти. Но, Серафим, покажи свою красоту. У нас тут какие-то уже повыпадали, да? Какое твое мнение насчёт длинных ногтей теперь? Они очень неудобные. Неудобные? Мне пришлось ей помогать одевать сегодня и носки, и кроссовки и так далее. Она так хотела длинные ногти, и теперь она не может вообще... Ну, с айпадом она всегда разберётся. А вот как спортом заниматься, то с длинными ногтями это никак. Так, у меня тут, знаете, уже дышка. Я тут по лестнице бегаю туда-сюда, потому что мы с мамой идём снимать видео. Совместное такое первое сидячее видео будет у нас классный Макбанк. У нас сегодня Рождество. Всех с Рождеством. Поздравляю. Так что я пошла снимать с мамой видео. Вот такая у нас обстановка. Теперь главное придумать так, чтобы наш салат распрекрасный, было видно. Видно. Ну, сейчас поставим, выставим. Ему нужно на поднос на какой-то, чтобы он повыше был. Да, на поднос или какие-то книги. Мы вот приготовили... Ну, мама приготовила салат, настругала, а я очистила кухню после этого. Так что будем сейчас с вами пить кока-колу, есть салат. Обязательно смотрите наш Макбанк и снимать начнём наше видео. Я тут пытаюсь расставить камерную ситуацию. Я не знаю, как это делают люди, которые снимают Макбанки. Я их особо не снимаю, но как у них вылезает и еда, и голова, и всё вроде выглядит хорошо. Так что мы постараемся, но мы в этом плане не профессионалы. Это не наша фильмная ориентация снимать Макбанки, но мы с мамой как сможем, как сможем, так сделаем. Мы с мамой только что сняли первый Макбанк, и там произошёл такой хаос, что вам обязательно нужно зайти к ней на страничку и посмотреть, да, мам? Да. Там было что-то очень неожиданное. Мы хотели как лучше, а получилось как всегда. Так что сейчас у нас смена планов и Макбанк номер два, где мы будем пить шампанское, кушать шоколад и клубнику. Так что много, много у нас интересненького происходит, но у нас такая печаль случилась, к сожалению. Так что надеемся, что Макбанк получился, но он получился необычным и не так, как запланировано. Так что мы садимся, снимаем наш дубль. Давай белые рубашки наденем. Белые рубашки? Окей. Ты мне дашь? Да. Окей, давай. Сейчас я пошла надевать рубашку. Так, два Макбанка спустя. У нас до сих пор есть в желудке, да? Вы готовы? Ну вы уже посмотрели этот Макбанк, поэтому вы знаете, почему у нас есть место в желудке пойти на обед сейчас, да, мам? Мы так ржали, что у меня прям вся косметика растекла. У меня, я не знаю, как она держит, что... Пап, все хотят тебя в кадре. Пап, скажи, поздравь всех с Рождеством. С Рождеством. С Рождеством. Христос. Христос. Христос вас кое-то. Нет, это Пасха. Это Пасха. Ну все про Господу Богу, зачем ты? Какая разница, Пасха, все Господь послал нам с тобой. Тебе нравятся мои вулканы? Мне очень нравятся. Пусть. Видишь, какие мы красотки с тобой. Не наглядиться. Что ты будешь на обед есть, мам? Я буду супчик куриный, супчик. Папа, скажи мне два слова. Ну все, все. И Даня. Он социофобик такой у нас немножко, интровертированный. Ну, из-за него компенсируем его. Это единственное, что у нас с ним нету схожи, а все остальное. Да, кстати, это единственное. Это единственное, что все остальное у нас с папой очень похожи. Близнецы. Или как выяснилось, ведь ядерная психопатия процветать начинает с годами. У меня? Представляешь? Ты же не должна быть моим психологом. Что ты мне диагнозы ставишь? Это как бы так, маленькая марочка, так сказать. Что я ядерный психопат? Ты слышишь, что она меня называет? Ты слышишь, что она меня называет? Немножко раз, такой, хоп, чуть-чуть. Немножко так, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Ты будешь меня защищать? Меня тут ядерным психопатом назвали. А ты, кстати, согласна с этим? Что я ядерный психопат? Как вам это реакция? Классическая реакция ядерного психопата. Все, потом ты суп есть. А то это печаль. Не влог, а печаль. Мы с тобой только что поелись им, и я должна была записать это событие для влога, но я совершенно забыла. Еда была на сколько, я бы так сказала, из десяти? Где-то семерка. Ну, семерка, шестерочка где-то так. Да, шестерочка. Тертый шоколад, если нам папа разрешит. Потому что в прошлый раз мы, ну не мы, а когда мы терли шоколад, все было в порядке. Но когда мама терла шоколад, там был срач, и папа очень расстроился. И теперь он нам не разрешает тереть шоколад. Так что такая вот ситуация. А Сима потеряла еще один ноготь в течение дня, в котором она ничего не делала, кроме как смотрела какие-то киношки. Ну ничего, сейчас будет испанский, рисование, и в понедельник в школьный. Наш план на сегодняшний день у нас приключения по Мексико-сити. Да, мам? Какие у нас планы? Вот сейчас съедем в центр старый, посмотрим все дворцы, президентский дворец посмотрим. Сделаем бранч, погуляем, потом придем в какой-нибудь отель, в отеле пообедаем. Потому что в отеле всегда очень вкусный ресторан. Да? А в Америке, мне кажется, по-другому. В отелях всегда давно кормят. Ну, наверное, смотрят, в каких отелях. Ну это да. Поэтому сегодня я посмотрю настоящее Мексико-сити. И будет такой очень туристический у нас день. Да? Приехали в центр Мехико. Посмотрите, какая красота. Знаете, такое ощущение, что находишься где-то в Европе. Такие прям замки, главные здания. Я, правда, исторически тут ничего не знаю, вам рассказать не могу. Но, уверена, если попросим, папа Коля нам даст экскурсию. Пап, расскажи нам, какие здания, что они? Вот то. Президентский дворец? Вот это, да? А вот это что, пап? Главная церковь. Главная церковь. И мексиканский флаг. Вот и моя семья. Моя красивая фамилия. Сим, скажи привет. Привет. Порода. Порода. Как твои ногти поживают? Давайте апдейт на ногтях. Сколько потеряла? Три. Три. Йо-йо-йо. А это я. Тут все вообще, абсолютно все, даже на улицах ходят в масках. И для меня это такой шок, потому что переезжая в Техас, там внутри никто маски не носит, как вы видите у меня во влогах. А тут каждый человек в Мексике ходит в масках, даже на улице. Так что приходится чуть-чуть, знаете, как-то так надевать их, чтобы не отвлекаться. А еще тут огромный смог. Тут прям воздух такой, знаете, как... Чуть ли не как в Китае, как вы видите. Тут такой как будто туман. Это все смог. Вот такие вот дела. Мы поднялись в ресторан. Смотрите, какая здесь красота сверху. Очень красиво. Сейчас мне нужно отбежать отсюда, потому что я мешаю. Мне кажется, людям есть. Но хотела вам показать, какая здесь красота. Как одиночка, ты проходишь быстрее в очереди. Вот сейчас видео. Саша, ну как твои первые впечатления про центр Мексика именно? Очень красиво. Очень красиво, знаешь, как сказать, культурное... Впитываешься культурной аспекцией этого замечательного города. Плюс тут нету туристов. Это большая редкость для больших городов в центрах. Поэтому мне очень нравится, когда нету туристов. Столько здесь энергетики. Просто какая-то бешеная энергия. Все, знаете, громко. Солнце. Прям ощущается вот немножко Барселона. Барселона это на самом деле один из моих любимых городов, которые я когда-либо посещала. Я люблю его гораздо больше, чем Париж, чем какие-то другие города Европы. Потому что мне нравится вот эта латинская энергия. В перемешку с таким старинным европейским стилем. Поэтому мне дает вот Мексико-сити, даунтаун, да. То есть очень похожие ощущения. Видите, какие все кричат, все орут. Прям энергия чувствуется. А тут мы с вами зашли в историческое почтовое заведение. Тут раньше была почта. Смотрите, какая красота. Ну что это такое? Очень красиво. Такой прям мексиканский вайп у нас. Музыка и все дела. Так, не бибикайте. У меня тут съемка идет. Красота. Вот смотрите, какая красота. Не знаю, что мне напоминает. Майами, Южную Америку. Ну вот прям очень красиво. Все чисто. Я удивляюсь, насколько все чисто. Я думала, тут будет погрязнее. Мама у нас сториз снимает, как всегда. Вот такая вот красота. Вот как выглядит инстаграм позади. А что у меня вспышка-то включилась? Я не знаю, включаю. Вот так вот она выглядит. Инстаграм история. Это я вам для влога. Для влога? Да, идите, идите. Мы только что посмотрели самый скучный фильм. Как красиво. Посмотрите, какой красивый закат. Обалденно. Обалденно. Александра, тебя можно поздравить с покупкой? Да, с моей красотой. Ну ладно, ты потом это все наденешь и пройдешься. Непременно. Посмотри, как красиво отражается закат. Обалдеть. Просто супер. Да, детка, станцуй, станцуй нам. Музыка закончилась. Да. Правда, красиво? Очень красиво. Просто обалденный центр. Мне очень нравится. Саша. Это на твой влог. Это что? На твой влог. На твой влог? Какая тут у нас красотища. Мы пришли домой. Вечер. Сейчас пьем чай и идем спать. Так что я вам хочу сказать пока-пока. И мы увидимся с вами в следующем видео. Bye.